Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Сегодня в 4 часа утра Без всякого объявления войны Германские вооруженные силы Атаковали границы Советского Союза Началась Великая Отечественная война Советского народа Против немецко-фашистских захватчиков Она застала его во время районного татарского праздника Сабантуй Примерно часов в 11 переехал наряд милиции Значит, все объявили, что объявлена война Скачки прекратились И местная власть решила Примерно через неделю Все школьники, начиная с 5 класса Потому что началась демобилизация взрослого населения И всех школьников направляли в деревню На сельскохозяйственные работы Наш, как ребятишек или парней точнее Назначались помощниками учителя Учителям, классных руководителей Сельскохозяйственные работы Закончились до 1 октября Учебный год в 1941 году Начался с 1 октября Вот в этом плане Значит, у нас началась военная подготовка В военкомате с ребятами Девочки с ними занятия Санитарная подготовка И радиоподготовка Так еще совсем юных Мальчишек и девчонок Начали готовить к войне В 1942 году Виктор Никанорович окончил 10 классов Можгинской школы номер 4 Его и еще 9 человек В военкомате отправили В 3-е ленинградское пехотное училище В Откинске Там он пробыл один год После чего в 1944 году В звании младшего лейтенанта Был направлен на 1-й украинский фронт В 1-ю гвардейскую армию Где стал командиром взвода Виктор Никанорович отчетливо помнит Как впервые попал под обстрел фашистов В пригороде Киева Дарнице На левом берегу Днепра Ночью Налет немецкой авиации Бомбежка Понтонные дороги Потому что прямой железной дороги С Киевом не было Только вот на понтонах По нескольку вагонов перевозили Думаю Нас может быть Спасло то, что Добирали же до фронта Очень трудно своим Как говорят понятия Ходом Потому что Пассажирское сообщение Было только до города Харькова Так вот В этой самой Дарнице Мы ехали В какой-то эшелон Для продовольствия Армии Там оказались Вот мы в обогоне Который открывался С сеном Тюки сена Так вот За крышей С этими тюками Ну Значит Нас все-таки Осколки спасли В Киеве Виктор Никонорович Успел найти отца Которого призвали В сентябре 1943 года В специальное подразделение Для охраны правительства Украины И провел с ним Несколько часов Два солдата Встретились посреди войны Бойцы 1-й гвардейской армии Продолжили свой путь К переднему краю фронта В составе дважды Краснознаменной 167-й Сумско-Киевской Стрелковой дивизии Виктор Ваганов Командовал Передовым взводом Автоматчиков После Сталинградской Курской битв Немецкие войска Сменили тактику И стали отступать По воспоминаниям Виктора Никоноровича Обстановка на фронте Была непростая Рубежи противника Определяли Рискуя жизнью Боевые действия Нашей советской армии Были очень могучи Артиллерийское Стратегическое наступление Которое Артиллерийская подготовка Длилась не менее двух часов Обязательно В наступлении Было авиационное Прикрытие Так что В боевых действиях Безусловно Мы имели Преимущество Ну примерно 200 человек Вот нашей дивизии Были Саперы Разведчики Вот моих Автоматчики 20 Зенитная установка ДШГ На машинах На СИЗ-5 Самоходная установка И вот такой Отряд Двигался Впереди Дивизии И уже Где встречал Противника Определял Рубеж По рациям Был доклад уже Командиры дивизии Ну и соответствующие Решения Ну в одном Боевом действии Значит Снаряд немецкий Разорвался Впереди Ну где наш Я на машине Был ЗИЗ-5 Значит Хорошо Что разорвался Впереди Метров 15 Разбил радиатор Ранил Шофера И Сержанта Моего Но мы все Выскочили В Кувет И вот таким образом Определяли Где Находится Противник Его рубеж Отряд 37-й армии Продвинулся дальше И близ реки Днестр На западной Украине Получил шифронограмму Что впереди Немецкая группировка Ударила по советским войскам Виктор Никонорович Вместе с бойцами Успел вернуться назад В дивизию Избежав потерь Последним рубежом Стало предместье Праги Город Фридек-Мисток Где после вооруженного сопротивления Они узнали О победе советских войск На холме Вдруг Автомат Пулеметная очередь Зашекарства немецкого Ну Пулю прямо над нами защелкали Со мной рядом шел Командир пулеметной роты Он Ну Образ Оттолкнул Наводчика пулемета Сам Лег за пулемет И выпустил Ленту Целых 250 Патрон Сразу Белый флаг Вот здесь Кого в плен Вот это Мы Не один я А мы Заняли Первого Немца Он оказался Поляком Родственником Немецким Ему и немцы сказали Что Ты поляк Тебя русский Ничего Ничего Не сделает От этого Поляка Немца Мы узнали Что все Уже Восьмого Мая Сорок Пятого Года Заключено Уже Перемирие Мы еще Но Уже В Праге Объявили Чехословатское Восстание Туда С Первого Украинского Фронта Танковой Армии Рот И Другого Еще Уже Всех Немцев Там Уничтожили Ну Утром Значит Чешские Ну Образно Народное Ополчение Очевидно Не партизаны Значит Предъявляет нам Ну Тоже Пленных Немцев Человек 15 Летят Один Немец Говорит По-русски По воспоминаниям Виктора Неконоровича Некоторые Пленные Пытались Обмануть Солдат Предлагали Ценные вещи Взамен На свободу Но подкуп Советские Бойцы Не принимали Так же Как и Они занимались Избиениями И грабежами Когда мы Подошли К немецкой Ну К польско-немецкой Веронидце Объявлялся Приказ Верховного Главнокомандующа Вот сейчас же Западноевропейские СМИ-то все же Передают Кругому Вот вам Молодежь Что Русская Советская армия Занималась Грабежом И все В этом Приказ Приказ Объявлялся В каждой Роте И батареи За грабеж И насилие Военный Трибунал Вплоть До расстрела Вот Такая Информация Была Советской Армии Сегодня Трибунал Мы Трибунал И Трибунал Трибунал И где И где Избирательный Участок Но Свет И у нас Красную Красную Ракету Замурован На Западной Украине Виктор Никонорович пробыл до 1947 года. Затем его направили в 128-ю гвардейскую дивизию. В 1951 году он продолжил службу в нашем городе. Более 30 лет на разных должностях он стоял на охране стратегических объектов атомной отрасли. В том числе был командиром войсковой части. В Саровской дивизии я прослужил до 1985 года. 33 года в вооруженных силах. Я затем оформился на работу во ВНИЕВ в гражданскую оборону, где тоже 17 лет проработал в гражданской обороне. Тогда у начальника объекта, генерала Музрукова, вот так, в такой терминологии был штаб гражданской обороны зоны, где подчинялись и решались вопросы эвакуации в случае чрезвычайной ситуации жителей города в ближайшие населенные пункты. В том числе и подчинялось все руководство города, начальнику гражданской оборонной зоны. Но как и на войне, без надежного тыла в жизни никуда. Поддержка и тепло родного дома на протяжении долгих лет подпитывала Виктора Никоноровича. Жена Веры Семеновна скончалась в 1992 году. Сейчас главная опора ветерана – сын Евгений Викторович, внук Дмитрий и внучка Анастасия. Виктор Никонорович безгранично горд за свою семью и боевую судьбу. Медаль за боевые заслуги, медаль за победу над Германией, чехословацкая медаль за храбрость, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны. Заслуженный ветеран города Сарова, заслуженный пенсионер Нижегородской области, почетный гражданин города Можги. Лишь малая часть его достижения и наград. Сейчас Виктор Никонорович ведет активный образ жизни, участвует в ветеранском движении, проводит уроки мужества и патриотизма подрастающему поколению нашего города и на родине. Перед вами будущее. Очень счастливое, несмотря на веты, на экономическое развитие, которое, ну, уходя, мы говорили, в веки дною, перед вами просьба от нашего поколения живых и бодрствующих. Берегите Россию, ну, как бы вам бездно в этом. Постарайтесь, где бы вы получили работу на сегодня. Вот. В том числе и ноги. Я вижу, и парни, ребята. Да, им предстоит ничего, на сборы идти. Что им скажете? Что бы? На сборы когда пойдут? Вот, нас 9 человек парней в классе. Что бы? Ну, вот. Случилось. Как в прошлом. Военные. Я перед вами кинем. Не забывайте, армейскую службу. То есть военные институты. С каждым годом живых хранителей истории Великой Отечественной войны в нашем городе становится все меньше. От этого еще ценнее и важнее их воспоминания, трепетнее отношения к ним. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед ветеранами. За мирное небо над головой, за свободу и невероятные возможности. За честь страны и за то, что при слове победа мы можем гордо поднять голову. С вами была программа Лица Сарова и я, Дарья Козина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok